Дорогие соотечественники, дорогие товарищи и друзья, идут последние минуты 1970 года. Советский народ провожает его с сознанием исполненного долга, с хорошим настроением. Это был незабываемый год Великого Ленинского юбилея, завершающий год восьмой пятилетки, год самоотверженного труда и созидания новых побед и свершений. Повсюду на советской земле, от Балтики до Тихого океана, от северных морей до Карпатских гор, уходящий год оставил добрый след. Вступили в строй сотни предприятий, проложены новые магистрали, поднялись новые города. Перевыполнены задания по выпуску промышленной продукции. Собран самый высокий урожай зерна и хлопка за всю историю нашей страны. Выдающийся успехов добились советская наука и техника. Первую колею на лунной поверхности проложил советский луноход-1. Замечательные достижения позволяют с гордостью сказать. 1970-й год достойно венчает восьмую пятилетку. Созидательная деятельность народа ознаменовалась новой исторической победой. Пятилетний план по основным социально-экономическим показателям выполнен успешно. Пусть Новый год будет годом новых побед. Дело мира и демократии. Дело социализма и коммунизма. Дорогие товарищи! Судим ситуацию в сфере демографии. Вопрос основополагающий практически для любой страны, для нас в особенности. Для нас буквально так. Либо мы будем, либо нас не будут. Несмотря на многочисленные путинские указы, программы, нацпроекты по демографии, естественная убыль населения, то есть превышение числа умерших над родившимися, за январь-октябрь 2020 года достигло 468 тысяч человек, что почти в два раза больше естественной убыли за аналогичный период прошлого года. Что нам показало Патемин? Что различные такие вот прогнозы, которые строились на том, что вот люди будут дома сидеть, им делать нечего будут, и они начнут размножаться. Такие были утверждения. Они оказались неверными. Люди не размножаются. Резко выросло не количество беременностей, а количество потребления средств так называемой профилактики зачатия. Естественная убыль в количестве 468 тысяч человек превышает численность таких городов, как Курск, Ставрополь и Сочи. Пандемия китайского коронавируса не привела к росту рождаемости в России, но, очевидно, повлияла на увеличение смертности. В целом по стране в первые 10 месяцев 2020 года число умерших превысило число родившихся в 1,4 раза. В 42 субъектах Российской Федерации, то есть в половине регионов страны, это превышение составляло полтора-два с половиной раза. Для России сокращение населения крайне нежелательно. При ее территории, при массе проблем с этим связанных, сокращение населения России нежелательно. И мне кажется, что любая власть, какая бы в России ни была, должна быть ориентирована на то, чтобы после того, как она уходит, осталось больше, а не меньше жителей в стране. Но количество – это важный фактор. Турция у нас вдруг появилась в поле нашего зрения. Она появилась в поле нашего зрения… Очень весомая, я бы сказал. Впервые, да, может быть, после Суворова, да. Почему? Потому что Турция, в которой еще после Второй мировой войны там было порядка 20 миллионов жителей, сейчас число жителей Турции 85 миллионов. И она почувствовала себя в совершенно другом качестве. Турецкие военнослужащие в ближайшее время приступят к выполнению своих задач в Азербайджане. Об этом заявил вице-президент Турции Фуат Октай. Он отметил, что Анкара продолжит оказывать Баку безусловную поддержку в карабахском вопросе. За годы правления Владимира Путина 12 субъектов Российской Федерации потеряли от 15 до 30% своего населения. Лидирует по обыли жителей регионы Центральной и Северо-Западной России. Естественное обыль населения в январе-октябре 2020 года была зафиксирована в 70 регионах страны из 85. Наша деревня вымирает, причем речь идет в первую очередь о, значит, скажем так, исконно, значит, про областях Центральной России, Северо-Запада. Там иногда до 40, там до половины деревень уже исчезло. Нам нужно делать так, чтобы бизнес в регионах был, были рабочие места, были места в глубинке, чтобы налоги оставались на местах, чтобы у региональных и местных властей, у глав районных и сельских администраций был стимул привлекать всевозможными путями бизнес. Если мы будем все деньги забирать в Москву, то, конечно, у нас будет вымирать деревья. Суммарный коэффициент рождаемости снижается в стране последние пять лет. Данный коэффициент никак не связан с демографическими волнами и показывает, сколько в среднем приходится детей на одну женщину репродуктивного возраста. Для простого поддержания численности населения страны необходим коэффициент не ниже двух. На самом деле имеется в виду просто, грубо говоря, количество детей на семью. То есть вот если один коэффициент, значит в семье один ребенок. И, соответственно, вместо двух родителей у нас появится только один этот самый отпрыск. И, соответственно, население уменьшится, ну, грубо говоря, вдвое. Это еще при условии, что как бы все этого ребенка родят. Соответственно, считается, что, ну, как бы чисто по алифметике, получается, что должно быть двое детей в семье. Тогда бы, собственно говоря, по крайней мере, будет сохраняться то же самое количество населения. Количество умерших в России за январь-октябрь 2020 года увеличилось на 9,7% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Одновременно с ростом смертности в России сокращается рождаемость. За первые 10 месяцев 2020 года число родившихся сократилось на 4,6%. Снижение рождаемости фиксировалось в 77 из 85 регионов страны. Рождаемость России снижается уже шестой год подряд. Россия находится в катастрофической ситуации. Если говорить в целом о рождаемости и смертности, мы продолжаем вымирать, и скорость этого вымирания за этот год возрастает. Если не предпринимать решительных мер в том, что касается и роста рождаемости, и снижения смертности, и стимулирования миграции, но разумного, да, не безоглядного, а бы кого, да, и в том числе каких-то криминальных элементов, то надо очень внимательно подходить, чтобы мы лучших привлекали, а не худших. Миграционный приток компенсировал менее 1,5 естественной убыли, в результате чего население России за первые 10 месяцев 2020 года сократилось на 382 тысячи человек. Это рекордное за последние 15 лет сокращение населения страны. Люди, которые приезжали в Россию на заработки, они надеялись накопить деньги на строительство дома, на свадьбу у себя, где-нибудь в Узбекистане, еще где-то. Теперь, смотрите, зарабатывая в России, они при нынешнем курсе, переводя на свою национальную войну, оценили поездку в Россию как менее выгодную. Нужно понимать, что когда страна беднеет, она становится менее привлекательной для мигрантов. И есть уже оценки специалистов, что мигранты вполне могут переориентироваться на другие страны. По данным исследователей высшей школы экономики, в 2020 году в России сократился средний класс. 6% представителей этой социальной группы перешли в категорию бедных. По подсчетам экономистов, 8,7% представителей среднего класса потеряли работу. А 3,9% оказались простое с сохранением трудового дохода на уровне невыше МРОТ. Низкий жизненный уровень, потеря каких-то видений перспектив, то есть утрата позитива после 2015-2016 года. Сейчас еще и плюс вырос на безработица, сейчас вообще экономический кризис. Да, просвета кого-то, к сожалению, на горизонте не видно. И ситуация сейчас хуже, чем год назад, например. Я думаю, что в следующем году рождаемость еще упадет, причем достаточно ощутимо. Реальные располагаемые доходы россиян с 2013 по 2019 год снизились на 7%. По итогам первых девяти месяцев 2020 года доходы жителей России сократились еще на 4,3%. На 2021 год также прогнозируется снижение зарплат россиян. Уважаемые коллеги, мы с вами сегодня рассматривали весьма важный вопрос. И даже не просто весьма важный, а самый главный. Здесь я согласен с коллегами, которые так его и обозначили. Важнее это ничего нет, как сбережение нации, сбережение людей и демографическое развитие. О гарантиях экс-президента и членов его семей. Я напомню, что уже сегодня экс-президент имеет по закону в праве иметь достаточно много гарантий. И вот напомню, о них забываем, что на сегодня он имеет. На сегодня вот этот перечень государственная охрана, во-первых, дальше специальная связь, транспортное обслуживание, 70% месячного денежного вознаграждения, государственная дача, правительственная связь, аппарат помощников, помещение, ну за счет государственных средств, помещение соответствующее. После смерти экс-президента членов его семьи имеет право на транспортное обслуживание, медицинское обслуживание и так далее. Но мы принимаем закон, в соответствии с которым он будет наделен еще невиданным иммунитетом. Невиданным, повторяю. Он не может быть арестован, задержан, в отношении его не может быть возбуждено уголовное дело, подвергнут приводу не может быть, не может быть обыскан, досмотрен, в аэропорту не может быть, он даже не может быть допрошен в качестве свидетеля, вот по этому нашему новому законопроекту. Экс-президент приобретает право на совершение нетяжкого преступления, то есть и правонарушения. Он может ездить со скоростью 200 км в час по дорогам, никто не вправе его остановить, задержать. Он может совершить любое из преступлений, нетяжкое и значительное, 429 состава в нашем уголовном кодексе, никто не вправе ничего с ним сделать, то есть может каждый день совершать кражи коньяка в соседнем супермаркете, имеет право истязать кого-то каждый день, имеет право совершать мошенничество, совершать, так сказать, развратные действия, спуститься на территорию соседнего детского сада из дома, и никто не вправе его остановить, взять за руку. А вот в случае совершения тяжкого преступления, формально он может нести уголовную ответственность за тяжкое и особо тяжкое преступление, но это такая процедура, которую преодолеть невозможно, она семиступенчатая процедура, это прежде всего проведение проверок, проверки следственным комитетом, направление председателем следственным комитетом документа в Государственную Думу, Государственная Дума готовит инициативу за подписью 1-3 депутатов, если наберет подписи, затем Государственная Дума образует специальную комиссию, которая принимает соответствующее заключение по этой инициативе, затем выдвигает обвинение в госизмене или совершении нового тяжкого преступления, 2-3 должно проголосовать, затем идет Верховный суд, Верховный суд дает заключение наличия состава преступления, затем в Конституционный суд, Конституционный суд дает заключение о том, что ничего не нарушено или наоборот нарушено, Совет Федерации после этого принимает решение двумя-третьми голосов и все это должно произойти за 3 месяца, иначе процедура не состоялась и экс-президент не понесет никакой ответственности во второй раз с ним не пойдешь. Вот Песков, Дмитрий, нам говорит о том, что эта процедура характерна для многих стран, ничего подобного. Вот нашли мы за несколько, целый месяц искали, нашли, где она есть? В эквитериальной Гвинеи, в Руанде, в Казахстане, в Таджикистане. Казахстан и Таджикистан это в отношении Назарбаева и Мамали Рахмонова персональные законы. Вот вам и все. Ну, заключая, что хочу сказать. Не исключено, что в зависимости от того, как будет меняться власть после ухода президента в отставку, в зависимости от этого и станет вопрос, нужен ли будет этот закон или не нужен. Возможно, что при наличии политической воли им никто не воспользуется и будет проводиться расследование в обычном порядке, что для России вещь характерная. Спасибо. Одно добавление. Вы еще забыли сказать о том, что любой завершивший свое исполнение обязанностей президент из бюджета дается фонд миллиард 250 миллионов, поняли, да, который и еще 60 человек челяди, которые...